Армянский народ Интересно, что на эламском и древнеперсидском языках страна названа Арменией, а в ассирийском тексте – Урарту На одной из самых древних карт мира, звездообразной вавилонской карте на глиняной плите, из шести стран, изображенных на ней, одна – это Армения Ранние сведения об армянах и Армении есть также у древнегреческих авторов V века до н.э. Керадота и Ксенофонта В этом ролике мы поговорим о десяти величайших армянских правителях в истории этого древнего государства Ашот I Великий, князь князей, а затем царь Армении из династии Багратуни, основатель армянского царства Багратидов С 855 года занимал должность парапета Армении В 862 году арабский халиф Ахмад Аль Мустейн признает Ашота князем князей Армении В 863 году Ашот I участвует в сражении Сарака против торгшихся в страну арабов В 875 году католикосы и князья из разных областей Армении организовали собрание и решили объявить независимость страны от арабского халифата и попросить халифа Аль Мутамида признать Ашота царем В 885 году халиф принимает царствование Ашота Багратуни Его царствование принимает и император Византии Василий I посылая корону и подарки Таким образом, при Ашоте была восстановлена независимость Армении После него в 891 году правление принимает его сын Смбад I Царь-папа, сын царя Ашака, который учился в Византии, вернулся в Армению, чтобы занять престол Император Византии предоставил папе корону и дал армию для освобождения Армении от персов Мушег Мамикоян, который был военачальником вместо своего отца Фасака Мамикояна, после смерти последнего всячески помогает молодому королю Но византийский военачальник Терентий хочет удержать короля под влиянием Византии Свою готовность помочь папе оказывает и католикос Нарсес После больших побед над персами с помощью Смбада Багратуни и лорда Камсаракаса Мушегу Мамикояну удается изгнать их из территории Армении Царь-пап приглашает министров и просит солдат, лошадей и пищу, чтобы сформировать постоянную королевскую армию Традат I – первый царь Армении, который ввел в Армении христианское вероисповедение Во вторых-третьих веках эта религия получила широкое распространение в регионах, окружающих Армению Так, апостольская церковь государства Антиохии и древний центр Эдесса в Месопотамии способствовали распространению христианства Затем стали популярны писания епископа Теофилия и Марка Аврилья, проповедующие христианское вероучение Одна из самых известных исторических имен любым их армянским народам на протяжении веков – это святой Григорий Просветитель Который вернулся из Парфии в Армению, чтобы проповедовать здесь христианскую веру Из-за того, что его отец был убийцей царя Хорсова I, правивший Арменией Традат III бросил Григория в темницу царского замка Где он впоследствии провел 15 лет Который в знак прощения увеличил от тяжелой психической болезни и окрестил его и весь царский двор В 302 году Григорий Просветитель стал епископом и был избран главой армянской христианской церкви Рубен I – армянский князь, царь Киликийской Армении с 1080 года Двоюродный брат и личный телохранитель армянского царя Гагика II Основатель династии рубенидов Киликийского царства Его отцом, возможно, был Овнес Смбат Князь Рубен был одним из полководцев и вассалов Филаретта Вараджуни, которому была поручена защита области Антитавра В 1080 году Рубен положил начало новой армянской династии и основал княжество Горной Киликии, впоследствии ставшего королевством После смерти Рубена I трон Киликийского княжества унаследовал его сын князь Константин I, сделавший крепость Вакха родовой обителю Царь Артаваст II Артаваст стал царем в 55 году до н.э. и был очень образованным правителем Он свободно разговаривал на нескольких языках, в том числе на греческом Был знатоком литературы и даже сочинял трагедии и исторические труды Верный союз с Римом Артаваст послал 50 тысяч воинов для нападения на Парфиана Однако позднее вступил с ними в союз, выдав свою сестру за сына парфианского царя Урода Он правил страной почти 20 лет, которые прошли в мире и благополучии Однако выступив на стороне римских правителей Марка Антония и Клеопатры, был обвинен ими в измене и убит Аргишты I – царь государства Урарту Период правления 786-764 до н.э. Аргишты I успешно отразил атаки Осирии, расширил границы Урарту в Закавказье, основал город Эребуни на окраине современного Еревана Современные лингвистические исследования устанавливают для имени Аргишты индоевропейскую армянскую этимологию Этимологическая связь с армянским Агрес – Бог Солнца – Солнце Фригийским Аргистин – Эпитет Великой Матери И древнегреческим Агрестес – Священный, Блестящий, Белый, Яркий Кроме того, Ти означало Бог на протуармянском языке Левон II коронован как Левон I – первый царь Киликийской Армении из армянской династии Рубенидов Правил с 1187 по 1219 Правление Левона II совпало со временем Третьего Крестового Похода Его возглавили три величайших правителя Европы Германский император Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август и английский король Ричард I Львиное Сердце Против них выступила другая крупная фигура этой эпохи – султан Египта, Ирака, Хиджаза, Сирии, Курдистана, Йемена, Палестины и Ливии Аль-Малик, Аль-Насыр, Салаха-Дуния, Вад-Дин, Абдуль-Музафар, Иусуп, Ибн-Аюб, Ибн-Шады, Аль-Курды, также известный как Салаха-Дин Во время правления Ливона Великого Киликия пережила эпоху экономического и культурного расцвета, являясь одной из самых значимых христианских стран на Ближнем Востоке Такие мировые силы, как Священная Римская Империя, Папство и даже Аббасидский Халиф соперничали за владение над Киликией Каждый стремился стать первым, кто признает князя Киликии Ливона II законным королем Ашот II Эркат, Шелезный Ашот приходился сыном Сбату I, другому армянскому царю, отдавшему жизнь в освободительной войне против арабских полчищ Унаследовав трон, Ашот при поддержке Византии последовательно освободил от арабов древние армянские земли В 921 году армянские войны под командованием Ашота, применившего дерзкую внезапную атаку лучников с острова, одержали победу в ожесточенной Сиванской битве После сего сражения Башир, Юсуф и Наср арабские наместники на Кавказе были окончательно изгнаны из Армении Армения обрела независимость от мусульманского государства, а сам Ашот II получил от Византии Багдадского халифа дипломатическое признание независимости Плюс корону и титул Шахиншаха, царя царей армянского царства Ашот ушел не оставив сына, поэтому трон ему наследовал брат Аббас I Багратуни, мудрый правитель, перенесший столицу в Карс В Армении железному царю установлен знаменитый конный памятник, а имя Ашот по сей день одна из самых популярных среди армянских мужчин Царь Тигран Великий Тигран II родился в 140 году до н.э. и всю свою юность провел в качестве пленника при дворе царя Митридата II, который захватил его при поражении армянского войска Когда пришло сообщение о смерти армянского царя Артавазда I, Тигран смог выкупить свою свободу, отдав взамен большую территорию земель в области Курдистана Армянский царь Тигран Великий был у власти почти 40 лет, за которые Армения достигла невероятной ранней имперской мощи Царствование его началось в благоприятный период, когда римская власть была в этом регионе низвергнута евпаторийским царем Митридатом, который смог закрепить за собой все Черноморье Тигран вступил в брак с дочерью Митридата Клеопатрой Тигран смог завоевать Ассирию, Эдессу и другие территории, присоединить земли с Северной Месопотамии В 83 году до н.э. армянское войско по согласованию с сирийской знатью и торговцами вторглось в Сирию, захватив Киликию и Финикию до Северной Палестины Поцарившись в Сирии на 14 лет, армянский царь Тигран II Великий помог их экономическому возрождению, принеся на эти земли мир и процветание В эти годы власть его распространилась на огромную территорию, начиная от Каспийского моря и до Средиземного, от Месопотамии до Понтийских Альп Армянская империя стала сплоченной политически, причем каждая из подконтрольных государств платила ему дань, но при этом сохраняла свои законы и статус автономного кризиса Арташес I, царь Селевкидов Антиох III Величайший, объединил армянские земли в нераздельную сатрапию со столицей в Армавире Она приняла наименование Великой Арменией Сафена. Сатрапом Великую Армению Антиох определил здешнего вождя Артаксия, а в Сафену Зариадра Потерпев поражение от римлян в битве при Магнесии в 190 году до н.э. Антиох III был вынужден отвернуться от всех малазиатских владений селевкидов К северу от Тавра оба сатрапа провозгласили о своей автономности и объявили себе царями Так появились первые независимые армянские державы, создание которых в некоторой мере было связано с антиэллинистической реакцией здешнего населения Согласно Страбону, царство Арташеса сначала охватывало Араратскую равнину в среднем направлении Аракса и именовалось Айрарат На левом берегу этой реки в 166 году до н.э. Арташес возвел на пересечении торговых путей свой первый город Арташат Туда он и перенес свою столицу из Армавира Если верить преданиям, возведением города руководил сбежавший на Ближний Восток пунийский военачальник Ганнибал Город Арташат в связи с этим именовали армянским Карфагеном В дальнейшем Арташес сильно расширил и укрепил свои владения, подчинив себе примерно всю армянское Нагорье Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok